Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну и сегодня в нашей студии нарколог детской клинической университетской больницы Майя Екобсонная. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, да. И сегодня, конечно, много тем обсуждать. И, кстати, здравоохранение сегодняшний день действительно особенный. Но мы, пожалуй, начнем все-таки с той темы, по которой мы вас пригласили. Это алкоголизм и употребление алкоголя в подростковом возрасте. Ну и, может быть, так, чтобы ввести просто в курс дела, насколько действительно эта проблема распространена сейчас среди молодежи Латвии? Ну, на данный момент, ну, как бы, есть разные, ну, как сказать, такие мнения насчет того, больше, меньше. Ну, я, скажем, в своей работе, с кем я сталкиваюсь, я понимаю, что там ничего не уменьшилось, да, в употреблении алкоголя в подростковом возрасте. Там только добавились еще другие наркотические вещества, так как марихуана, скажем, там, экстази и другие. Так что алкоголь все равно в подростковом возрасте он очень популярен и, ну, никак не уменьшается. Не в связи с тем, что, как бы, все-таки закон запрещает детям до 18 лет покупать алкоголь, употреблять алкоголь. Они все равно достают, употребляют и в больших количествах. И те варианты, когда уже настолько, ну, состояние тяжелое, что надо вызывать скорую и оказать медицинскую помощь, таких случаев тоже очень много. Извините, вот сигареты курения входят в эту компетенцию? Ой, сигареты курения входят, и если, скажем, мы по статистике посмотрим, да, тогда, в принципе, Латвия считается одной из самых курящих, ну, скажем, во всей Европе. На первом месте это Греция, где курит 37% жителей, а Латвия на пятом месте, где курит 32% жителей. Ну, это в целом. В целом, да, в целом. И если мы смотрим, скажем, насчет детей, вот, была весной акция, которая называлась «Пэкспотек, не?», да? Силу сказать нет, да. Да, сила сказать нет, которая тоже, ну, была направлена на, скажем, подростковую аудиторию, где я тоже была как эксперт в этой акции, и мы ехали по школам, в 10 школах были, да, и там тоже мы, как бы, делали такое исследование. И исследователь, который там составил анкеты, дети заполняли, отвечали на вопросы, и, скажем, вот эти исследования показали, что 45% школьников хотя бы раз в жизни попробовали какое-то табачное изделие, ну, это значит, или сигареты, или табак, который, ну, они сами накручивают, да? Или кальян. Или кальян, да. А 53% попробовали хоть один раз вейпы, ну, которые называются электронсказ. Да, электронные сигареты. Да. И 60% подростков считают, что, в принципе, ну, одна сигарета – это вообще ничего, да? Ну, если выкурил, ну, так это ничего страшного, да? Это за жизнь или, там, за день? Ну, вот, скажем так, с одной стороны, может быть, с одной сигаретой ничего не случится, да, но те, которые уже зависимы от курения, они тоже начинали с первой сигареты. Ну, это правда. С одной сигареты, да. Понимаете, это как такая стартовая кнопка, да, одна сигарета и пошла уже, да. И, в принципе, вот это исследование тоже показало, что, в принципе, ну, подростки не знают особо, ну, на что влияет это курение. Ну, да, там, рак лёгких, что-то ещё. Но это так далеко, и это так непонятно. И вообще это не за них, скажем, но не про них, да. Это где-то там с другими, да. И если мы говорим насчёт электронных сигарет тогда, тогда 37% подростков считают, что та сигарета электронная, ну, та жидкость, которая содержит никотин, она вредна. А 45, 47% подростков считают, что, ну, та жидкость, которая в электронной сигарете, которая не содержит никотин, тогда, ну, она немножко вредна, да. Ну, так, никотина там нету, зависимости как бы нету, да. А, в принципе, ничего такого опасного они там не видят, да, если мы говорим про курение. — 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните нам, 2-3-0-6-1-91, это номер WhatsApp, тоже можете нам писать, задавать вопросы и интересоваться этой темой. Ну, сразу же возникает вопрос, ведь если каждый из нас вспомнит своё детство, ну, вот молодость, это, ну, вот стопроцентно это тот этап, через который проходит, ну, вот каждый молодой человек, особенно я, ну, вспоминая себя, я помню, насколько ты чувствуешь себя изгоем, когда собирается компания, вдруг мальчишки говорят, ну, всё, там, типа, вот мы там пойдем покурить. И если ты не куришь, ты изгой, ты остаёшься с девчонками, ну, то есть, вот, ну, как будто бы, вот, получается... — Ну, кстати, в подростковом возрасте остаться один с девчонками, это не самый плохой исход, честно говоря. — Да, и вот ты остаёшься как будто бы не в своей компании, то есть, вот, вот это вот ощущение, я очень хорошо помню, что, вот, ну, может быть, ну, вспоминая себя, может быть, первая сигарета была вот выкурена в моей жизни, хотя вот я бросил затем курить, вот, но была она выкурена именно вот по этой причине. Как вот бороться с этим психологическим моментом, когда, если ты, ты, ты не такой, как все, ты выпадаешь из компании? — Ну да, но если мы говорим про это, конечно, это, ну, такой своеобразный вид социализации в подростковом возрасте, да, сигарета, да, там, бутылка алкоголя, да, сейчас уже марихуана, да, там, все дают, там, 4-5 или больше подростков курит, и это тоже у них, ну, как они называют, тусовка. Да, это уже своя компания. Конечно, это трудно, но, в принципе, может быть, нам надо смотреть на то, что это вообще такое, ну, как сказать, неправильное представление, которое мы, может быть, и где-то в прессе, и в телевидении подаем, что вот это, скажем, круто, что вот там мы идём, вместе курим, вместе пьём, и вот тогда мы вот такие, я не знаю, крутые, хорошие парни, да. У меня есть и такие, ну, если мы в школе, вот по школам мы ездили, есть и дети такие, которые уже сразу говорят, зачем мне это, мне это не нужно, хотят, другие идут, курят, а мне и так хорошо, и мне друзья есть, и всё остальное. Ну, это может быть какой-то вопрос тоже и такой семейный, и о том, какие, скажем, какая самооценка у подростка, какое отношение к нему в семье, и как он вообще воспитан, да. Если, может быть, это действительно, в подростковом возрасте детям очень важно вот этот социум, их ровесники и родители, где-то немножко как бы отодвигаются, да, и мнение родителей как бы становится, ну, не так популярным или, скажем, ну, важным, да, чем мнение подростков. Но главное, почему вот подростка как бы втягивается в такие компании, это немножко есть такое ощущение, что, может быть, а где я других друзей возьму, а если вот я там не покурю, меня там и смеют, и не будет со мной дружиться. Хотя, может быть, если это перебороть, да, тогда, если мы говорим, что вот таких настоящих друзей, да, которые, ну, это без разницы, курить, не курить, да, если он хороший человек, да, Если он хороший парень, хорошая девушка, так там рядом, может быть, другие курить, да, но он может этого не делать и всё равно, ну, как сказать, ну, дружить с ними, да. Это, в принципе, такой вопрос самооценки и, может быть, в таком возрасте, даже когда приближается этот подростковый возраст родителей, а ещё и в школе обязательно, скажем, вот, в классных уроках или уроках, ну, биологии или, ну, этики, я не знаю, какие сейчас там в какой школе, может быть, всё-таки об этом надо немножко поговорить, потому что, если есть знания, и подростки, они умные вообще, они понимают, о чём речь. Если есть знания и понимание, что ты имеешь право сказать, это первое сигарете тоже нет, не только, скажем, 10-е, 20-е или, скажем, там, не знаю, 90-е, ну, это внутреннюю силу, как бы, уверенность в себе, ну, надо помочь подросткам, найти, это, может, семья, школа, общество. У нас есть звонок, мы вас попросим. Наденьте на ужин, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, тема, конечно, больная, больше не так вопрос, как бы, ну, вопрос, может быть, и задам, но как более-менее комментарий, как опытного курищика, заядлого курищика, по себе сужу и по окружающим. Тем самым никто, видимо, не отговорит от курения, ни пресса, ни какая-нибудь пропаганда на телевидении, ещё что-то. Тут, скорее всего, надо менять отношение к курящим всего общества, и оно должно быть ярко выражено. И самое главное воздействие – это всё-таки личность, личное мнение знакомого, близкого родственника, на примере которого начинающий курить или пожелающий покурить, и ещё только начинающий, может бросить. Вот я, например, сам курю много, бросал, правда, опять начинал, но своим примером, к примерам своего потраченного в кое-что-то, там, бронхитного курильщика, да, своей убедительностью говорю, да, я понимаю чётко, что это ужас, как по деньгам, там, посчитаем, вот за год сколько я выкуриваю, а за пять лет сколько, там, БМВ хотя бы в нормальном состоянии по стоимости, или же здоровьем, утратой своего здоровья, говорю, с удовольствием бы не курил, и ни за что никому не посоветую, убедительно, я всегда эмоционально это высказываю, и чувствую, что пару раз помогло в этом, смотрю, там, коллеги, некоторые и не курили молодёжь, и перестали курить, и стеснялись, как бы, и отношения, самое главное общество, потому что улиц, никакая про обычные какие-то лекции, ещё что-то не помогут, и именно про курение говорю, скорее всего, вот именно личный пример для окружающих людей, их убеждённость, что даже если он курящий, что это ещё больше пример, что это зло, а не курящий, когда убеждает, или бывший, ну, не курящий вообще, это ничего не просто, а первая сигарета, это любопытство молодёжи, как, надо попробовать, однозначно, ну, и влияние, конечно, окружающих ребят, хотя это неправильная позиция, окружающие ребята не правы, надо их показывать, что они не правы, тогда он будет чувствовать себя вполне не ущемлённым и не опозоренным кем-либо. Спасибо вам большое за мнение, но я, кстати, хотел как раз спросить, вот почему, во-первых, насколько я могу судить, работаю учителем, что вот сейчас, действительно, вы сами сказали, подростки уже умные, и они многое знают, и о проблемах, которые вызывают алкоголь, и о курении, и очень многие из них делают сознательный выбор даже и не пробовать, из тех, с кем я общался лично, но те, кто пробуют, ведь всегда это известный факт, что когда первый раз пробуют, ну, сигарету я никогда не пробовал, но когда я первый раз пробовал алкоголь, это было невкусно, это известный факт, что к алкоголю нужно, ну, привыкнуть, но откуда есть вот это, не знаю, и даже если мы говорим, там, по какое-то социальное давление, которое, мне кажется, сейчас тоже уменьшается, если сравнивать там с 20 лет назад, условно говоря, ну, после первого раза же невкусно, а ты всё равно пробуешь и заставляешь себя, чтобы тебе понравилось это рано или поздно, вот это какая-то такая странная мотивация есть. Ну, конечно, там ничего хорошего, ни с алкоголя с первого раза, ни с тигареты с первого раза, никаких хороших ощущений там не будет, но так как подростки мне говорят, ну, да, я первый раз там покурил, вот не так хорошо, невкусно, и каша, и всё, но там остальные говорили, привыкнешь, будет хорошо, да, это первый раз всегда так, ещё учат, как это правильно делать, и это у них действительно получается как такова тусовка. Конечно, я не спорю, что вот вообще подростковый возраст, он такой и есть на грани, пробовать вот то, что запрещено, да, то, что делают взрослые, да, потому что они взрослеют, и таким образом они как бы доказывают, что они тоже взрослые, да, ничего, что закон запрещает, но они хотят так, как взрослые, и особенно если в семье это популярно, да, если в семье вот этот запах сигарет и сигареты доступны, да, тогда они вообще без проблем, там пачка сигарет у родителей стоит, да, но там никто особо не считает, да, очень много детей так первый раз, так взяли, скажем, от родителей. Это, конечно, ну, я не говорю, что с первого раза сразу будет зависим, но если мы говорим про зависимости, тогда, в принципе, уже как бы, если мы смотрим про зависимость как такову, это биопсихосоциальная болезнь, значит, биологический аспект, социальный и психологический. Вот так же, как слушатель говорил, там от личности зависит, от того, что вокруг, конечно, это всё, но я как тоже подросткам говорю, конечно, если даже в генетике у нас, скажем, не знаю, там, по семье, по роду, там, одни курильщики, алкоголики, например, да, это не значит, что и нам должны, ну, мы должны такими стать. Если мы не будем употреблять это, тогда мы не будем страдать этим заболеванием, да, но уже одна сигарета, один стакан, это уже как стартовая позиция, особенно вот в подростковом возрасте, когда ещё психика не созрела, физиологический организм не созрела, да, и особенно, когда вот идёт как бы давление снаружи, и подросток хочет просто вот, как сказать, ну, быть в этом социуме, дружить со своими ровесниками и быть какой-то компанией, да. Да, это, конечно, всё, это так же, как и экстремальные виды спорта, да, это на грани риска. Так же и курение, поймают, не поймают, да, в полиции, родители, да. Заучи там, да. Да, заучи, это круто, не поймали, нам там всё получилось. Да, это тоже какой-то у них своеобразный такой адреналин, да. А как Вы, вот говоря о том, что первый раз и так далее, как Вы относитесь к такой позиции родителей по поводу алкоголя, что лучше он первый раз попробует с нами хороший и под присмотром, чем где-нибудь там по подъезду, когда родители сами, понимая, что от этого никак не уйти, сами, ну, не то, что учат ребёнка пить, но дают ему такой первый опыт. Ну, так, там можно смотреть с двоих сторон, да. Закон запрещает детям употреблять алкоголь. Если родители сами дают алкоголь ребёнку, значит, они сами нарушают закон, да. И закон тоже говорит о том, что взрослые люди не могут давать детям наркотические вещества, алкоголь, сигареты, тоже наркотик, да. Так что это один аспект. Второй аспект, конечно, многие родители так поступают, и, может быть, в каком-то аспекте они правы, но, может быть, тогда, если это делают, во-первых, это не давать ничего вкусного, действительно, ну, невкусного, потому что крепкие напитки, они невкусные, да. То есть, если уж давать, то сразу… Чтобы не понравилось, не понравилось, да. Но, в принципе, это, скажем так, я больше со стороны тех родителей, которые, ну, как бы оправдывают это. Но если мне как наркологу говорить, да, тогда я говорю так, так что не надо эти ворота открывать. Можно личный опыт. Вот как раз это был мой случай, когда… Ну, ребёнком я видел, что родители… Ну, отец там сидел за столом, и когда он мне говорит, тебе интересно, вот попробуй. Я помню, что вот эта рюмка, выпитая водки, она отбила у меня желание пить алкоголь, ну, вот до студенческих времён, потому что мне казалось, ну, это же, ну, это такая гадость, это такой вот… Вот это был, ну, скажем, мой личный. Я не говорю, что это правильно, неправильно, он просто… Ну, на вас это сработало. И, наверное, родители всё-таки, те родители, которые, ну, интересуются своими детьми, которые их понимают, они, может быть, даже интуитивно могут почувствовать, надо ему это или не надо, или всё-таки это табу, и до 18 лет мы это не разрешаем тебе делать, да, и сами не будем давать, и не разрешаем тебе вообще это употреблять, да. Это у каждого индивидуально, я говорю, но закон… Не зря есть такой закон, да, и вот то, что нарушается этот закон, тогда, как и дети ко мне приходят там и с протоколами полиции, и со всем остальным, да. У нас продолжают вот звонить слушатели, пожалуйста, снова наденьте наушники. Здравствуйте, пожалуйста. Да, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Доброе утро. Не хотят говорить, ладно. Ну, 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните нам, если у вас есть вопросы, вот как раз… Ещё раз поразванивается человек. Ещё раз звоню, да. Вот зацепило как раз, вот как раз пример, что это плохо, на бродействие моего сына. Пример, когда мы предложили чуть-чуть попробовать, что такое водка, он у меня вообще не пьёт. Всю жизнь, уже 37-то лет. И второй момент, что, вот, как вам сказать, есть проблема, когда молодёжь видит, что табачные изделия свободно продают, ну, вообще продажи есть, их много, они хотя и дорогие, и народ… Ну, сейчас, слава богу, последние вот 7 лет меньше на улице наблюдаю курящих, по сравнению с тем, что творилось, 15 лет, допустим, когда каждый очень много курящих на улице. Сейчас мало курящих на улице. Это резко видно, очень здорово видно. Но, пример-то, диссонанс получается. Государство как бы продаёт, получает, если умный человек молодой, он понимает, что доход от сигарет государству важнее, чем здоровье всей нации. И получается, что где-то ложь получается, как бы думает молодой человек. Значит, пускай затраты на медицину меньше, чем доход государства, государство выбирает доход. И вот это вот склоняет, что, ну, значит, наверное, курение можно. А я считаю, что, наверное, хоть сам курящий страст, но считаю, что совершенно политика государства во всем мире неправильная. Значит, именно доход важнее, чем... Спасибо, 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 спасибо. Извините, у нас всё-таки доограниченное время. Мы хотели бы ещё поговорить. В Британии, кстати, действительно очень дорогие сигареты. Там они сознательно продолжают поднимать цену. И они считают, что это в конце концов должно привести к тому, что нация вообще бросит курить. То есть вот это станет настолько невыгодным, что, ну, например, такая политика, как Вы считаете, оценивать? Я считаю, очень правильная. И если бы это было в моих силах, я бы вообще запретила и табачные изделия, и алкоголь, да, потому что, конечно, есть государства, в которых это запрещено, да. Но это в основном религиозные страны. Ну да, ну да. Но если мы так смотрим на это, это, скажем так, и никотин, когда он появился в Европе, да, он использовал, в принципе, его рекомендовали как лекарство в аптеках, да, при каких-то, ну, особых каких-то случаях, да. Так и морфий продавали. И морфий продавали. И морфий продавали, да, понимаете? И, скажем, и алкоголь, если мы так смотрим, алкоголь тоже раньше, когда не было медикаментозной терапии, скажем, при операциях, когда она была наркоз делать, да, тогда использовали алкоголь как наркоз, да. И сейчас то, что я смотрю тоже от подростков, иногда они действительно вот этот алкоголь пробуют вот в таких дозах, когда они уже действительно попадают в коматозное состояние, да, и они сами не осознают, насколько это рискованно, да. Ну, так что я считаю, что вообще в магазинах это всего слишком много, и алкоголя, и сигарет, и это, в принципе, ни в одном магазине не можешь пройти, когда нету там сигарет, нету алкоголя. Если мы смотрим супермаркетов, так это половина магазина почти алкоголя, да, и всякого качества, и всяких цен, и всяких, там, скажем, процентов, да, я считаю, что это слишком много, что раньше было как-то, ну, по-моему, я говорю, это моё субъективное мнение, да, что если был какой-то единственный специализированный магазин, да, где это всё можно было купить, это тоже немножко ограничило бы употребление. Простите, а есть ли статистика по как раз видам алкоголя, какой молодёжь вот больше предпочитает это вино, ну, крепкие напитки, там, вина, пиво, может быть? Как бы есть, но сейчас на данный момент я не скажу, я больше могу сказать своего опыта, да, что, в принципе, как бы, ну, им больше нравятся эти лёгкие, но если они достают деньги, и у них тусовка, так они покупают крепкое, и обычно это Бонапарт, да, и ещё сколы, и вот тогда уже последствия плачевные, тогда они обычно попадают в больницу, и потом ко мне. А вот такой вопрос, вы работаете с родителями в том плане, чтобы рассказывать им, как лучше работать с ребёнком, чтобы он не начал, потому что, мне кажется, прямые запреты только сподвигнут ребёнка, нарушать им, а если так как-то по-умному с ним разговаривать, то может быть… Понимаете, по-умному так. Конечно, первое – это работа с родителями, да, потому что ребёнок растёт в семье, родители – это первые, которые дают, ну, какое-то воспитание, взгляд на жизнь, на какие-то ценности, но родители ко мне попадают уже только тогда, когда уже это случилось, да, и, к сожалению, очень много родителей сами не хотят, не посещать курсы, потому что это довольно важно, понять, как в подростковом возрасте общаться с подростком. Это не маленький ребёнок, такой маленький цыплёнок, который можно там погладить, там его, там немножко с ним поиграться, и всё будет хорошо. Подросток – это уже на пути взрослого человека, он уже хочет то, чтобы с ним обращались как взрослым, слушали его мнение, дискутировали. А родителям как-то кажется, что если ребёнок что-то начал употреблять, это значит, надо лечить его, у них всё в порядке, их не трогайте, да, это неправильно, потому что когда у нас рождаются дети, мы же не оканчиваем никакую школу, нам не даётся сертификат родителей, что мы вот там прошли, скажем, учёбу про развитие ребёнка, про его потребности, физиологии, психологии и всё остальное. Это надо в процессе нам самим учиться. Но если родители сами это не осознают, и сами приходят ко мне и говорят, вот я уже курю с 16 лет и не собираюсь это бросить, а вот делайте что-то с ним, вот он начал там в 15 лет курить, и он очень плохой, я с ним ничего не могу сделать, а сам я вообще-то не хочу меняться, с 16 лет я начала и всё. Конечно, ребёнок на это всё смотрит, и это тоже как-то противоречит, потому что дети, ну как-то, ну он может слушать… Ну да, почему тебе можно мнение? Да, он может слушать, что родитель говорит, но он всё-таки смотрит больше на то, что он делает, да. Вот и ещё один очень важный аспект. Родители не боятся ли обращаться к вам, ну просто не боятся ли они того, что в записях ребёнка там будет, ну например, что там склонность к алкоголю, и это может потом повлиять на его жизнь, карьеру, судьбу, то есть они, может быть, будут пытаться спрятать проблему, я сказать, это наше внутреннее дело, чтобы, не дай бог, не повредить. Ну в большинстве случаев, я думаю, так и есть, но те случаи, когда ребёнок уже попадает в кругозор полиции, скажем, там есть административные протоколы, или он попадает в больницу с алкогольной или наркотической интоксикацией, да, тогда это уже подключается, тоже полиция, и у них уже тогда административная комиссия и решение, скажем, посещения нарколога. Ну и там уже записи о наркологии не самое страшное, в лечном деле ребёнка. Да, я думаю, что, понимаете, если мы так смотрим, что у нас самое главное? Самое главное у нас то, чтобы ребёнок вообще ничего не употреблял, или самое главное, чтобы ребёнок, вот если у него так случилось, он прошёл эти опыты, скажем, идёт к наркологу, идёт к психологу, семья работает, и он из этой ситуации выходит, но он уже выходит умным, он уже получил жизненный опыт, да, и в каком-то своём развитии он уже немножко, ну, может быть, даже выше других, да. Главное, чтобы вот он там не остался, да, начал там употреблять сначала сигареталкоголь, потом наркотики, и там и остаётся. Это то, что он попробовал, это ещё не конец света, да, это всё можно, как сказать, решить с помощью специалиста. У нас ещё один звонок на день спортсношники. Здравствуйте. Доброе утро. Знаете, зачастую, слушая наших гостей, создаётся впечатление, что Латвия находится в вакууме, и задачи, которые она решает, только вот возникли сегодня, или в лучшем случае вчера. Но эти вопросы воспитания подросткового поколения были решены, были решены успешно, и в советские времена методика была отработана как часы. Нас учеников 9-10 классов возили на экскурсию, централизованно абсолютно всех, во всех школах, централизованно возили в музей медицины, где демонстрация была наглядной последствий как курения, так и употребления алкоголя. У нас было 8 мальчишек, курящих в классе, и после визита в музей медицины и рассматривания лёгких курильщиков двое из восьми бросили курить сразу. Спасибо большое. Извините, что мы вас прерваем, просто всё-таки гость в студии, время ограничено. Но несмотря на то, что вряд ли можно сказать, что в советское время никто не курил и не пил из подростков, но тем не менее, вот такие действительно экскурсии, массовые методы используются. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Но если когда и дети ко мне попадают на консультации, мы тоже не только разговариваем, у меня тоже есть разные интернет-материалы хорошие, которые я показываю, которые мы обсуждаем, и которые, может быть, какой-то части подростков тоже задумываются и меняют своё решение. Все эти мероприятия очень-очень важны. И о чём я ещё могу сказать, что в принципе тоже плохо, что у нас как-то тоже, если мы говорим и про бюджет, и всё остальное, мы тоже экономим государство на здоровье и развитие детей. Потому что если вот с подростками целенаправленно, особенно когда они начали что-то употреблять, целенаправленно работать специалистами, помогать родителям, это, если мы смотрим в таком длительном этапе, если детей из этого вывести, они будут, скажем, и здоровыми, и умными, и будут приносить доходы своей работой в нашем бюджете долгосрочно. Но если мы экономим сейчас, скажем, недоступность специалистов, или это дорого, или многие родители ищут, скажем, частных психологов, потому что не так много, скажем, есть возможностей. Есть, конечно, в Риге ядкарий профилокс-центрс, и у нашей больницы есть Пауса-Оджу-Ресурс-центрс, недавно образовался, где мы оказываем помощь. Но это мало. Это мало, и это, ну, больше… Ну, сейчас Лепа тоже открылся, да. Потому что с ними просто надо разговаривать, работать и с родителями, да. Если это не делается, тогда, если идёт своим путём, тогда мы не можем говорить, что, может быть, это когда-то рассосётся. Ну, может быть, да, а может быть и нет, да. Потому что, если мы смотрим тоже семейные ситуации, и семьи бывают разные, да. И, скажем, и родители-одиночки, и финансовые трудности, а также самое и те семьи, которых, может быть, и очень благополучные, но родители много работают, детей не замечают, или от детей очень много требуют, да. И детям такое ощущение есть, что их не понимают, а понимают их на улице, их друзья, скажем, да, у которых тоже есть такие проблемы, и они вместе, скажем, там, проводят время, употребляют наркотики и делают такой, ну, для себя такой иллюзии, что вот как-то легче становится, да. Но проблема не решается таким образом. И с этим надо говорить. Ну, вот я просто, когда слушаю вас, и когда я там читаю интервью других наркологов по этой теме какие-то тексты, мне всё время кажется, что не найден какого-то, и, может быть, его нет, такого аргумента против. Потому что я слабо себе представляю подростка, который не слышал о вреде для здоровья. Ну, то есть он курит, и вдруг узнал, что рак развивается, и такой сразу бросил. Все же, ну, большая часть подростков знают, по крайней мере, на уровне каких-то фактов, что да, алкоголь – это плохо, курение – это плохо, и уже, ну, там, социальное давление хорошо, но, как-то кажется, немножко такое даже бессилие появляется, что нет аргумента против. Ну, это тоже и такое подростковые, ну, подростковые психологические аспекты, да, это оппозициональное поведение, да. Подростки, они встают в оппозиции всему миру, да, родителям, учителям, и не знаю, кем, и будет делать напротив, ну, вот если мы говорим, что плохо, они вот будут это делать и доказывать, да. Может быть, это какой-то момент, чтобы, ну, хотя бы их слушали, да, их мнение и считались, дискутировали. А у нас есть и те проблемы, что особенно родители особо дискутировать-то не умеют, да, чёрное или белое. Вот как сказал, так и есть. А может быть, если с детьми подискутировать каким-то образом, да, они сами, ну, как сказать, откажутся от своего решения, скажем, употреблять. Они сами поймут, что, в принципе, зачем мне это. Но если мы будем, ну, как сказать, как диктаторы, да, просто так есть и всё, и как я сказала, и всё, там, я говорю, там надо как-то, ну, родителям, каждому родителю найти подход своему ребёнку. А это работа большая, это надо напрягаться. Легче, скажем, ударить кулаком по столу и сказать, слушать будешь меня, да, а это дискуссии, разговоры, и, ну, это требует времени, терпения. И особенно если уже в меньшем возрасте, ну, не было контакта такого тёплого подростка, ну, детям с родителями, в подростковом возрасте это очень ярко проявляется, очень ярко, да. И уже тогда, когда родители понимают, что уже, ну, ребёнок пошёл не тем путём, очень трудно его, ну, как сказать, получить его доверие и, ну, обновить контакт, скажем, с ним, да. Это потому и, скажем, и в Европе, если вот первый раз ребёнок попадает в больницу с употреблением, там, наркотика, алкоголев, первое – это курсы для родителей, психолог для родителей. Начинаем с родителей, а потом только, скажем, там, ребёнку тычем, что ты не так делаешь. Если ребёнок начинает что-то употреблять, это уже последствия. Если я один раз попробовал это, ладно, это я не говорю, это, ну… У всех бывает. У всех бывает, это, скажем, можно так и немножко пропустить, да. Но если ему время от времени регулярно спрашиваете употреблять что-то, тогда вопрос, что за причины, да. Или он себя плохо чувствует, или у него депрессия, или у него, скажем, он плохо себя не только в семье, но и в школе чувствует, потому что иногда родители вообще не понимают и до них не доходит, что, может быть, ребёнок на школу, в школу идёт как на каторгу, да, что его обижают, что ему трудно, что, ну, он подвержен моббингу какому-то, да. И иногда родители просто это не слышат, или дети об этом не говорят, да. И тогда они находят средства, такие иллюзорные, которые как бы облегчают их состояние, да. Так что это не только вопрос об употреблении, да, употребляют, не употребляют, да. Иногда, может быть, это употребление ребёнку, действительно, такое иллюзорная помощь или бегство от тяжёлых проблем в его жизни, да. Мы даже можем и сказать, что очень много детей страдает и от насилия эмоционального, физического, да, и от сексуального, и об этом не говорит, и вот эти наркотические вещества, и друзья плохие, это и есть то, что может быть каким-то образом и его друзья, которые его понимают, эти вещества, которые иллюзорно как бы облегчают их нестрадания. Вот просто очень важный момент. Ведь мы говорим о том, что нельзя продавать детям алкоголь, давать. Каким образом вот чаще всего всё-таки подростки получают? То есть каким образом им удаётся найти эту лазейку? То есть, может быть, если эту лазейку перекрыть, то тогда можно и тоже проблемы решить? Ну, в принципе, так. Или старшие друзья, у которых уже есть 18, покупают, но в большинстве случаев это просто люди с улицы, ну, как дети говорят, ну, какому-то бомжику там дали, да, потом ему там, скажем, там, не знаю, 20... Да, 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 да. И есть очень много таких случаев. Вот я тоже детям спрашиваю, а как вы достали, откуда? И там, в принципе, нет проблем. Там у кого-то спросили, им даже не страшно, вот там подойти к какому-то чужому мужчине, да, и спросить, можете купить, да, так что так они и достают. В магазинах, конечно, это очень хорошо, что очень строго и не продаётся детям, но есть люди, которые всё равно, независимо от того, что как бы и телевидение, и радио всё время говорят, что не надо этого делать, да, всё равно люди есть, которые это делают. Таким образом. То есть, если такое уже немножко подходя к выводу нашего разговора, уже к окончанию, можно сказать о том, что ответственность за употребление алкоголя и других наркотических средств детьми лежит всё равно на взрослых, и в первую очередь на родителях, и во вторую очередь там, в принципе, на обществе, которое каким-то образом, ну, не то что поощряет, но нормализует. Да, 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 да. И если мы так смотрим, конечно, ну, когда подростковый возраст только в начале, конечно, как бы мы от подростка, ну, меньше спрашиваем, ну, когда уже с 16, с 17, уже к 18 приближается, тогда это уже, ну, в большинстве, ну, его выбор уже, да, он уже, ну, всё-таки созревший психологический, физиологический уже, ну, умнее стал за эти годы, да, иногда бывает так, что и подростки сами, как бы, ну, уже перестают и курить, и, скажем, употребляться этот алкоголь, тоже так и есть. Вот немного такой философский вопрос, но мне просто интересно, что для вас важнее, если ребенок за подростковый возраст там попробует один раз, не понравится, и вот, как Олег, отложит до студенческих лет, это всё, или наоборот, вот он у меня есть такой знакомый, который, как в анекдоте, в 16 лет бросил пить, и вот сейчас он уже взрослый человек, и даже не притягивается, говорит, когда на 100 лет откроет коньяк. Вот какой из вариантов вам кажется более приятным, что ли, в качестве выхода из ситуации? Ну, скажем так, ну, если я говорю как нарколог, да, тогда и по закону, да, до 18 лет нет, и всё, да. Но как и слушатели говорят, что, конечно, мы каждая личность, да, и ребёнок, подросток – это тоже личность, и каждый, ну, он по-своему и на алкоголь, и на вещества реагирует, и у каждого есть какие-то периоды жизни, да. И, в принципе, самое главное – это что? Если вот у него такое случилось, употребление, и каким-то образом он с этими веществами решал какие-то свои жизненные, старался решить, да, и потом или сам, или с помощью родителей, специалистов вышел из этого и взял для себя опыт, да, и понял, что ему нужно, что не нужно, это самое главное. Конечно, есть такие подростки, которые приходят и говорят, какая разница, сейчас или после 18-ти я пил, курил, и буду пить, и курить, и вы со мной ничего не сделаете, и перестать я это не буду. Такие тоже есть. Но если мы говорим в среднем, тогда главное, чтобы дети вышли через этот опыт и выросли счастливыми, умными и хорошими людьми, это самое главное. Можно ли сказать, что государство, все-таки, ну, будучи заинтересованным в том, чтобы молодое поколение выросло без этого алкоголя, и сигарет все-таки ограничивало доступ и, может быть, не делало таким привлекательным, ну, хотя бы вот вы говорили про супермаркеты, то есть каким-то образом ограничить, может быть, эти отделы, вообще запретить в них доступ там подросткам и детям? – Это было бы идеально. Это было бы идеально. Я в прошлом году была в экскурсии в Калининград, да, а там я видела, что сигареты, они как бы за ширмочкой, и они вообще не видны. Если кто-то хочет, там написано табак или табачное изделие, и там все закрыто. Если кто-то хочет, да, тогда он спрашивает конкретно, что он хочет, и тогда продавщица открывает, возьмет эту пачку сигарет и опять закроет. Там не стоит сигареты вот так на виду. И вот мне это, как наркологу, как человеку, это очень понравилось, потому что то, что они стоят, это все равно реклама, и то, что там, скажем, эти фотографии или там, ну, вот эти надписи, кто-то, может быть, смотрит, кто-то нет, но все равно вот эти, ну, табачное, ну, сигаретное название, и все это все равно видно. Ну, внизу есть эти картинки, но все равно это название, все равно, ну, по-моему, идет все-таки как реклама. Мне понравилось, что это все было закрыто, и если кто-то хочет покупать, так ему специально надо продавщица спрашивать, и это уже, ну, по-моему, немножко осложняет этот процесс. Нам пора заканчивать. Спасибо вам большое. У нас в гостях был нарколог детской клинической университетской больницы Майя Якобсона. Спасибо вам большое.